здравствуйте друзья доброе утро я сегодня пораньше на работу еду ну можно сказать даже на час почему пораньше потому что надо у компьютера посидеть в классной комнате я урок поведу то есть целый курс поведу по автоматизации тестирования и ну надо наладить место рабочее там получается такая история что вот за этим самым преподавательским компьютером там 33 а то и 4 разных преподавателя утром вечером ведут этот же самый предмет поэтому настройки разные вот одна одна дама там со своим маком уходит лаптопчиком и подключается то есть она как бы не влияет на на сетап который там есть вот а остальные участвуют как бы и в общем надо мне посмотреть чтобы так все все сошлось до кучи и не развалилась поэтому еду немножко пораньше что происходит друзья на планете стране в кремниевой долине опубликовали тут значит новостишку такую что компания тесла уже начинает производство вот этих вот плиточек на крышу которые грубо говоря электроэнергию перерабатывает солнечную энергию в электроэнергию к этому делу там еще аккумулятор есть который таки под собирает и общая концепция теслы состоит в том чтобы как бы замкнуть цепочку до солнышко крышу значит нагревает крыша создает электроэнергию которая собирается в аккумулятор а дальше приехал на своей тесле но не обязательно если вот у кого чего подключился зарядился утром поехал такая интересная хохмачка ну вот и светлана моя любит инновации знаете любят не все но любят и у нее была такая идея поставить теслов скую крышу на домик который мы вот сейчас начинаем по-серьезному перестраивать в сани вы или вы увидите этот проект скоро начнем так вот что там пошла на на сайт теслы и стала смотреть почем выйдет крыша оказалось крыша худо-бедно там на шестьдесят тысяч вот такая вот интересная история при этом там не безумно большая эта крыша ну сколько там в общем на 60 тысяч крыша то есть они говорят что по цене эта крыша сравнима с другими крышами которые сейчас есть вот в продаже но это как бы с дорогими или скажем так достаточно дорогими крышами да может быть так и есть но вот не знаю вам на не видно так но в основном на местности крыши недорогие вот есть вот это самый асфалт шингл такие пластиночки из похоже на рубероид такие толстые я знаю что какое-то есть название по-русски но вот такие вот пластиночки из них выкладывать это наиболее популярная недорогая совсем крыша да собственно если весь дом там ничего не стоит какой смысл власть на него крышу там за за двадцать тридцать сорок пятьдесят тысяч поэтому кладут вот это вот асфалт шингл 40 лет гарантии нормально вот ну и позвонили мы нашему там контрактору который будет делать и гид спросили сколько будет стоить он говорит ну 18000 крыша и конечно 18000 если отнять их из 60 вы понимаете что жалко денег вот лишних так что в общем может быть ну не сейчас наверное не сейчас и может быть не для такого класса недвижимости у меня есть надежда что все это подешевеет может в китай начнут выпускать и будут там не за 60 тысяч того за 5 я не знаю но так такое у меня есть предчувствие что тенденция вот в эту сторону и наверное наверное все это должно быстро дешеветь также как быстро дешевеют вот скажем там аккумуляторы и так далее и без чего невозможно было бы существование автомобилей тесла и и не только дешевеют но как бы мощность там их растет и так далее технологии развиваются так это у нас тут да тут еще интересный момент значит вам предстоит в ближайшем будущем через пару месяцев как выяснилось увидеть еще один проектик неожиданно на нас свалившийся дело в том что у нас есть квартира которую мы когда-то это первая недвижимость которую мы когда-то купили в девяносто третьем до году 24 года назад квартира там три комнаты двуспальная это кондо и как тут спрятаться от солнышка и вот люди там жили но лет наверное 78 жили люди а сейчас они купили townhouse можете представить они купили townhouse за миллион 400 тысяч правда большой вот неподалеку короче семья там муж и жена хорошо зарабатывать ребят молодые вот и мы теперь смотрим на эту квартиру и надо ее как-то привести в чувство потому что там последний раз ремонт был лет десять назад такой серьезный и мы думаем надо тут заменить надо там такое сделать так что у нас кроме вот домиков которые вы уже видели что мы с ними делаем значит мы теперь с квартиркой поработаем и вы увидите ее в таком виде как она сейчас а дальше будем так потихонечку с ней что-нибудь изобретать ну конечно квартира не дом там и участка нет и кроме того многие вещи трогать вообще нельзя это не не положено вот особенно структурно да там же сверху это трехэтажный дом квартира на втором этаже поэтому там очень многие вещи к ним прикасаться нельзя ну вот из того что можно так что вот посмотрим такие вот дела ну что еще да и знаете как вот вроде уже думаю сейчас отдохну или там как-то расслаблюсь нет друзья не получается расслабиться не получается что еще сказать да у нас тут преподаватель сада на две недели в отпуск уходит и из-за этого я вот так значит оказался преподающим автоматизированное тестирование она оставшихся преподавателей какая-то нагрузка большая такая пиковая возникла поэтому получилось что я еще кое-чего на себя взял и будет у меня на ближайшие пару недель может быть и больше не посмотрим но на пару недель точно будет у меня по три урока в неделю и три урока это много для меня много потому что у меня других дел тоже полно я я все-таки резюме делают для тех кто там с практики приходит и иногда там участвую в так называемых клиренсах то есть там где такой имитация имитации интервью происходит клиренс это имитация интервью то есть мы задаем те вопросы которые задают на интервью и смотрим чтобы они хорошо отвечали вопросы известны его собственные ответы известны но надо исполнить грамотно поэтому вот вот такие мероприятия так что для меня три урока довольно много но ничего вот страшно потерять педагогов знаете вот так человек перегрузится перегрузится и и нет человека а на следующей неделе вот вот ровно через неделю на нас еще значит вот такая нагрузка дополнительная виде съемок приедет группа но я не хочу заранее рассказывать приедет съемочная группа пять человек там все по-серьезному с продюсером да мы в разных местах будем снимать и в санта-крузе и в офисе там в лос-алтас и дома у нас с они вы или но в общем не знаю вроде там больше точек нету вот в этих трех точках снимаем как бы все это очень на самом деле эмоционально окрашены все очень здорово ну просто время нужно время силы спланировать так вот сегодня нам должна дать ответ девушка которая или да или нет будет у нас работать на фронт-деск это на самом деле не просто фронт-деск это это гораздо более серьезная позиция мы и называем офис менеджер и просто человек сидит физически на на фронт-деск так вообще там очень много очень серьезных вещей требующих внимания и сообразительности и как бы ответственно ответственная позиция на самом деле так что вот я очень надеюсь что мы так позитивно пройдем по этой линии и я уже говорил 1 июня у нас будет прибытие не находящегося на местности педагога 3 которого нам не хватает уже пару месяцев и мы я сказал зашиваемся вот если можно так сказать зашиваемся без третьего ну в общем тоже проблема я надеюсь будет потихоньку решаться то есть надо будет конечно начинающего педагога у нас стажер будет вот будем ее обучать вводить в курс дела там и так далее то есть тоже какое-то время займет но хочется надеяться мы где-нибудь к осени вздохнем по свободней и будем уже не в таком стрессовом режиме находиться так так бы я сказал вот наверное вот наверное и все такие сиюминутные новости что у нас друзья в комментариях новости наших комментариев на меня набросились на меня набросились несколько теток злых которые видимо являются фанатками наташи квик и значит они углядели в моей истории про винни как они значит там наташа и винни путешествуют по россии там в частности что ли не понравилось ходить в баню с веником вот и так далее они в этом деле углядели наезд на наташу а наташа это мой очень хороший друг и как представить не могу короче они углядели что я значит на нее наезжаю обижаю и и завидую вот и наташа завидую но я даже не знаю что сказать все таки мир неадеквата разнообразен вот я я с удивлением знаете сначала одна тетка потом еще одна я думаю что но это бывает один человек что такое сказал там ну ну сказал сказал а тут трое было даже так они в короткий промежуток времени может быть они обмениваются или где-то у них там какой-то свой в каком-то чате а я не в курсе и они пришли возмущенно значит то что то высказаться я не знаю ведь а еще прикидывался гать другом вот я не прикидываюсь я я таки друг вот и что еще сказать вот такие вот интересные интересные вещи мне мне приятно что тема который мы вчера со светланой затронули про гаджеты про уход молодежи речь это маленьких уход молодежи от реальной жизни в какую-то виртуальную где где ты можешь выбрать понимаете ты можешь выбрать где тебе комфортно ты можешь закосить там под большого крутого я не знаю какого а вот тут ты как бы да помните была такая фраза молодец против овеса против молодца и сам овца это из другой ситуации но в принципе да там молодец там в виртуальном мире щеки надул такой герой вообще не знаю что а в жизни и вот они компенсируют как наркотиками понимаете вот это вот недостаточность так что да и тема хорошая мы поскольку бабушка и дедушка вот этих миллениал так мы с интересом наблюдаем но старшие миллениал они уже работать пошли и они сейчас вот на всех университетских кампусах и мы видим сегодня на университетских кампусах то чего мы не видели раньше там такая же нетерпимость становится как вот в обществе в целом она развивается в связи с нынешними последними политическими делами обостряется поляризация вот кампусы стали более поляризованными они стали менее терпимыми и вся система приучала молодежь на кампусах слушать слушать этих и слушать тех сознательно давали возможность выступить и поделиться своими там соображениями очень очень полярные направления которые в жизни бывают там и тогда для того чтобы молодежь научилась с этим иметь дело сейчас они не хотят слушать они они там бросаются чем-нибудь и возмущаются и тогда и даже не то что они не хотят слушать они протестуют против того чтобы кто-то слушал вот у них на кампусе чтобы кто-то служил на нашем кампусе вот этого быть не должно поэтому вот она там в молодежи потому что они привыкли находить какие-то комфортабельные тусовки так и все им нет не надо какой-то человек пришел в нашу тусовку зачем он тут нужен у нас тут свой комфорт эти и это 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 просто уход от реальной жизни где не все комфортабельные так вот может быть не очень симпатично так что и есть проблема в этом есть проблема я думаю что все прекрасно решится но как-то все-таки родители мы же думаем вот как детки лучше воспитывать почему их готовить в этой жизни поэтому нет не перебрать нет не перебрать виртуализации все-таки реальная жизнь тоже есть поэтому комбинация хорошая нужно нет не то что угробить все девайсы не дай бог нет скомбинировать что у нас еще из наших сюжетов мне очень приятно что пришелся сюжет с аленой исаковой художницей и в этот целый день с ними гуляли по санта-круз и света и алена договорились что они будут делать такой как бы но у нас на канале они будут делать такой женский подраздел типа помните вот там был этот женский взгляд там с кем-то да вот у нас будет свой женский взгляд вот со светланы и соленой и какие-то у них планы были я не вникаю они меня не посвящали но они очень радостно так и оживленно значит что такое обсуждали действительно друзья женщина у нее свой взгляд так что я думаю что мужчины тоже с интересом послушают что они там это важно друзья это важно знать вот так что мы мы с создадим такую женскую тусовку спасибо чайник они создадут я то чего вот еще был комментарий интересные говорят что вот пишет человек что его мальчик подросток очень внимательно слушал мое видео там у меня есть сериал такой плейлист путевка в жизнь этом для разных возрастов объясняю как как вот надо было бы строить жизнь и ну с моей колокольни естественно и вот он как вы бы видели как он слушал потом где-то в фейсбуке перепостил потом где какая-то дискуссия с пацанами возникла там еще что-то и клонил он это к тому что вот надо чаще мне обращаться к молодежи ребята я же на вопрос отвечал там ведь что получилось подросток написал вот как вот жить ну и я как мог рассказал потом мне говорят милочка если постарше там немножко это для постарше и так она по разным возрастным категориям вплоть там по-моему до 45 там 50 45 55 что такое я не помню на каком возрасте закончилась вот так вот подробно разобрали и во первых она уже есть во вторых когда ребята молоденькие чем спрашивают я радостно отвечаю но если мир никто ничего не сказал смысле вопрос не задал то я же не знаю что сказать я просто рассказываю что есть я знаю что много подростков нас смотрят просто подряд смотрят но вот или там по интересам естественно но без того чтобы я обращался специфически к какому-то возрасту но если вопрос поступит вот вот оттуда я в этом смысле обращаюсь к ребятам которые помоложе и если есть вопрос давайте но я я это с радостью я вообще считаю что как бы поколение старшие имеют особо особенную ответственность перед теми кто младше потому что если не мы тогда кто же кто же тогда плечо подставит нашей молодежи это это же странно вообще даже даже думать об этом поэтому давайте ребята давайте вопросы и будем обсуждать так что я я двумя руками за счастлива и и и и